Для меня, конечно, сегодня огромная честь представлять жизненный путь моего учителя, профессора Рюрика Александровича Мельникова, человека многогранного, прошедшего сложный путь, настоящего хирурга-онколога. И я в своем выступлении, безусловно, коснусь тех преимуществ, которые он получил, которыми он обладал по отношению, может быть, к некоторым, скажем, современным подходам в обучении хирургов и в онкологии. И тем не менее, еще раз я говорю огромное спасибо, что мне представили такую честь. Рюрика Александрович Мельников, он родился в городе Харькове 17 ноября 1924 года в семье Александра Васильевича и Натальи Ивановны Мельниковых. И с учетом того, что его отец был врач, уже с раннего возраста он был приглашен, приходил и видел клинику операционную. Чем, я хочу сказать, обычно заканчиваются такие ранние визиты? Они могут заканчиваться двояко. Либо человек никогда больше не пойдет в медицину и не будет находиться в операционной нигде, либо он станет таким приверженцем и идейным вдохновителем этого, что это останется в нем на всю жизнь. В данном случае авторитет Александра Васильевича Мельникова, его отца, генерал-майора медицинской службы, одним из новоположников Советской школы онкологов-клиницистов, автора первого отечественного двухтомного руководства по частной онкологии. И огромную известность получили его работы по профилактике рака, предоплевых заболеваний. Им же были определены пути метастазирования, всем нам известным пути метастазирования Александра Васильевича Мельникова при раке желудка, и также рациональные методики хирургического лечения опухолей различных локализаций. Поэтому в данном случае авторитет отца, конечно, сырял свою роль. И Юрий Александрович Мельников в 1942 году поступил, конечно же, в военно-медицинскую академию. И до 1946 года он является слушателем военно-медицинской академии Никирова. А в 1947 году окончил лечебный факультет первого Ленинградского медицинского института имени академика Павлова. В дальнейшем, что на сегодняшний день достаточно редко уже, всю научную и практическую деятельность Юрий Александрович Мельникова она уже протекала в стенах одного учреждения. Научно-исследовательского института онкологии имени профессора Николая Николаевича Петрова. Именно в этом институте Юрий Александрович Мельников в 1957 году защитил кандидатскую, а в 1963 докторскую институту 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 Николая Николаевича Петрова, основоположника отечественной онкологии. Именно в 1927 году по его инициативе был создан первый в нашей стране старейший институт онкологии. А в 1931 году по его же инициативе был организован и прошел первый всесоюзный съезд онкологов. Поэтому Николай Николаевич Петров оказал огромное влияние на Юрика Александровича Мельникова и являлся его первым-перым учителем. Являясь одним из ближайших учеников академика Петрова, Юрий Александрович работал многие годы именно с ним рука об руку. И будучи хирургом-онкологом, как и его учитель, он посвятил ряд своих исследований чисто теоретическим вопросам современной онкологии. Что на мой взгляд сегодня очень-очень важно, потому что сейчас мы покажем вам, что Юрий Александрович приобрел большие знания и опыт как фундаментальный, так и в экспериментальной онкологии. Что я думаю, значительно потом повлияло на него и на уровень его как ученого и профессора, когда он стал заниматься клиническими вопросами. В 1955 году Юрий Александрович был поставлен уникальный эксперимент по индукции злокачественных опухолей у приматов. И вообще этот период жизни Юрия Александровича был особенно плодотворен. Эксперименты проводились в городе Сухуми на базе уникальной учрежденной лаборатории питомника. В настоящее время, к сожалению, я боюсь, что уже таких опытов и такой лаборатории вряд ли там уже есть. Но Юрий Александрович очень повезло, как и нашей всей отечественной науке. Вот здесь вы видите, так сказать, его первые опыты, его первые работы. Юрий Александрович Мельников, и это очень-очень важно, впервые применил радиоактивные затопы серебра и кобальта, которые он вводил обезьянам в гайморовую полость. Им были получены рак гайморовой полости, рак языка, саркомы верхней челюсти, различные гистологического строения, лимфосаркомы нижней челюсти. И по существу, это тоже очень важно, эта работа, Юрий Александрович, является вторым в мировой литературе исследованием, в котором удалось индуцировать злокачественную опухоль обезьян, и первым экспериментальным исследованием, в котором была получена эпителиальная опухоль, рак, чего раньше никогда еще не удавалось. В 1958 году в издательстве «Наука» вышла монография совместно с Барабадзе «Злокачественную опухоль обезьян», где были обобщены результаты проведенных экспериментов на приматах. Также, объединив полученные экспериментальные данные по индукции химическим канцерогенным веществами злокачественной опухоли верхней челюстной кости, Юрий Александрович выпустил в издательстве «Наука» монографию «Экспериментальная патофизиология опухоли костей». Это было в 1975 году. Также крупным исследованием было посвящено клинике злокачественных опухолей верхней челюсти. В опубликованных трудах детально освещены все разделы клиники, приводятся методы ранней диагностики и обосновываются рациональные способы комбинированной терапии с учетом стадии заболевания, морфологического строения опухоли и отдаленных результатов лечения. Этот труд был издан в виде монографии «Клиника злокачественных опухолей верхней челюсти» в 1971 году. Также в ряде его работы освещались вопросы различных аспектов диагностики опухолей костей скелета. Завершающим этапом вот этой работы стала публикация монографии совместно с Виктором Федоровичем Сухаревым «Коплесная диагностика опухолей костей», которая вышла в 1974 году. Однако вскоре после переезда Института онкологии в поселок Песочник, где он находится с 1964 года по нынешнее время, Рюкан Александрович возглавил отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, которое затем трансформировалось в отделение коллапрактологии и руководил им практически до самой смерти, да и непрактически, теоретически, то есть в течение практически 30 лет. Конечно же, на первых особенных этапах была изучена основная локализация опухолей человека, это рак желудка, его диагностика и варианты лечения. Также были разработаны Рюкан Александровичу очень и очень подробно и прежде всего учитывать тот факт, что Рюкан Александрович завершил недописанную монографию своего отца, академика Александра Васильевича Мельника, посвященную этой проблеме. Я думаю, что эта монография знакома всем здесь сидящим специалистам и все ее очень хорошо знают. А в дальнейшем большое влияние на мировоззрение Рюкан Александровича оказал Семен Абрамович Холдин, под руководством которого он начинал эту деятельность. Это выдающийся клиницист-онколог, член-корреспондент Академии медицинской науки СССР и ученик и соратник Петрова. Именно его монография «Злокачественное образование прямой кишки» за настоящее время остается настольной книгой хирург-онкологов и хирургов-онкопроектологов. Ведь именно он предложил, а в дальнейшем Рюкан Александрович разработал и развил учение зональности и футлярности, развил принципы онкологического радикализма касательно рака прямой кишки, которые в дальнейшем, благодаря работам известного хирурга-онколога Билла Хилда в Европе, приобрели нынешнее современное название тотальное удаление мезоректума, о котором сегодня мы будем так подробно говорить. Но начиналось и разрабатывалось это именно в нашей клинике, которой руководил Рюкан Александрович Мельников. Вот какие основные веки мне бы хотелось отметить в вклад профессора Рюкан Александровича Мельникова в онкопроектологию. Прежде всего, синхронные двухбригадные операции при раке прямой кишки. На сегодняшний день это кажется совсем обыденным. Но тогда, когда это делалось в 60-х годах, это подвергалось очень большим сомнениям. И очень много трудов стоило. Я знаю, что это обсуждалось совместно с профессором Рыжих в центре козлопрактологии. И проходило это очень непростые этапы. И тем не менее, сейчас мы все знаем, что одновременное выполнение операции со стороны брюшной полости и промежности значительно уменьшает вероятность травматизации ткани в глубине таза. И позволяет хорошо визуализировать под контролем зрения, тщательно соблюдать те же принципы анатомической зональности и футлярности. И также синхронное оперирование двумя бригадами хирурга способствует гораздо более быстрой и четкой мобилизации приема кишки, что позволяет сократить время оперативного вмешательства практически вдвое. И очень хорошо сказывается на состоянии больных в послеоперационном периоде. Ну и также синхронный метод оперирования уменьшило количество интероперационных осложнений с 7,5 до 2,5. Это в те-то годы. И я хочу сказать, что и до нынешнего времени в Соединенных Штатах все брюшно-промежностные экстерпации выполняются синхронным, двухбригадным способом. Хотя в Европе сейчас, так сказать, действуют разные варианты. Есть варианты перекладывания больного на живот, совершенно верно, все они имеют право на жизнь. Но, тем не менее, введение двухбригадных операций при раке-прямой кишки тогда, в 60-е годы, имел большой революционный шаг. И Юга Станц, безусловно, внес это в большой вклад. Возраст, старше 70 лет. Вот сейчас, наверное, для нас всех это будет очень-очень удивительно. А что здесь такого нового? Проблема хирургического лечения у лиц старше 70 лет. Но я помню, что даже в 70-х годах возраст старше 60 лет считался противопоказанием для проведения радикальных операций по поводу колорактального рака. Старше 60. А таких больных было, извините меня, было великолепно множество. Именно тогда Юга Станц предложил. Значит, мы должны, безусловно, опровергивать это веяние. И не будем мы изучать результаты лечения у лиц старше 60 лет. И он сказал, Игорь Иванович, давайте-ка мы посмотрим наши результаты у лиц старше 70 лет. И вот это было четко, так сказать, проведено это исследование, которое показало, что возраст даже старше 70 лет не может служить противопоказанием к выполнению радикальных хирургических операций у больных раком при имутишке. И, соответственно, не должен служить причиной отказа. И у лиц старше 70 лет не следует уменьшать объем операций в ущербе радикализма. Это тоже очень важно, поскольку очень многие рассуждали, по крайней мере, так. Человек из старше 70 лет, давайте обойдемся в маленькой операции. Какие уж там принципы онкологического радикализма. Так вот, благодаря Югу Александровичу было четко показано, что не следует возраст сам по себе, не должен служить причиной отказа и уменьшения в объеме операции. Это, безусловно, очень важно. Также было показано, что и частота послеоперационных осложнений, практически-то она не отличается, только с учетом сопутствующей патологии. Поэтому другое дело, когда мы могли говорить и говорим и сейчас о такой тряде, как возраст, наличие сопутствующих показателей, низких функциональных показателей. Да, это может служить, конечно, каким-то противопоказанием. Но каждый из них нисколько не является. И в нашей клинике, даже при наличии острой, так сказать, патологии, сердечной, коронарной недостаточности, мы переводим больных в кардиологические стационары. Они получают там соответствующую подготовку и возвращаются к нам в клинику, подвергаются радикальным, я подчеркиваю, операциям, благодаря Виктору Александровичу Мельникову. Я помню, так сказать, самый старший нашей больной, это была жительница Москвы, кстати говоря, которая приехала к нам, ей было 91 год. В течение пяти лет она регулярно приезжала и благодарила нас за прекрасное выполнение низкой передней резекты, кстати говоря, прямой кишки. Ну, да, сейчас связь с ней была потеряна. Ну, 96 лет уже было человеку, что само по себе говорит, еще раз, что, наверное, даже не то, что старше 70 лет, то боюсь, что и старше 90, в учетом увеличения продолжительности жизни, тоже не будет являться противопоказанием. Операция Гортмана. Виктор Александровичу очень удивлял в свое время, а почему в те годы она считалась нерадикальным вмешательством? Опять же, сейчас это может вызвать у вас большое удивление, как это так? Я прекрасно помню, когда Виктор Александрович нам на конференциях все время говорил, приходит больной, больной выполнил операцию Гортмана нерадикально, значит, больной надо получать много-много другого лечения. Почему? Было проведено большое исследование, которое четко показало, что, во-первых, частота рецидии после операции Гортмана нисколько не ниже, после низкой передней резекции равнялась в те годы 8%. Что две эти операции, внутрибрюшная резекция сигмовидной кишки, или это будет передняя резекция, не низкая, скажем, а передняя резекция прямой кишки, отличаются от операции Гортмана только тем, то есть только своим реконструктивным этапом. То есть, радикализм, уровень перевязки питающих сосудов проводится совершенно идентично. И разница только в том, что в одном случае формируется анастомоз, вручную или аппаратно, в данном случае для операции Гортмана, выводится колоссома и ушивается дистальный отрезок. Но по своему радикализму операция Гортмана ни в каком случае не ухудшает результат. Это такая же радикальная операция, имеющая право на жизнь, и прежде всего при случаях осложненного, а может быть и осложненного и у больных пожилого возраста. И вот такая работа, благодаря Рюрику Александровичу, была у нас проведена в клинике, после чего эта операция заняла достойное место. Я думаю, все-таки и остается. Пусть она и не так часто выполняется, мы стараемся сузить к ней показания, но тем не менее она, безусловно, имеет право на жизнь. И в этом тоже заслуга Рюрика Александровича. Семейно-доматозный полипоз. Здесь, конечно, сидят представители Центра колопрактологии, обладающие колоссальным опытом лечения этого заболевания, безусловно. Но тот факт, что Рюрик Виталий Александрович возглавлял эту клинику онкопрактологии, что онкологи заинтересовались этой проблемой, лично для меня тогда было немножко удивительно. Центр колопрактологии занимается ведь разными проблемами, правильно? И онкологическими, и нет. Проблемами полипоза в Санкт-Петербурге, а тогда Ленинграде, не занимался никто. И Рюрик Александрович был этому очень удивлен, а больных тогда было достаточно много. И под его руководством мы начали разрабатывать здесь, в Петербурге, параллельно, так сказать, Центру колопрактологии, показания к операциям и лечению. И вот мы сделали такой вывод, что хирургическое лечение больных с семейным, аноматодным полипозом следует считать методом выбора. Может быть, сейчас это вызовет у вас даже смешок. Ну и что, открыли Америку. Но, извините меня, я очень хорошо помню, что в те годы, когда Рюрик Александрович об этом говорил, Евгений Геннадьевич может тоже об этом помнить, очень широко распространен был метод лечения чистотелом. Очень широко. И это, как онколога, Рюрик Александрович просто шокировало, так сказать. Как же это может быть? И в этом отношении, так сказать, его или друг друга, они хорошо поддерживали академика Владимир Владимирович Федоров. Я прекрасно помню, как он выступил и написал большую статью, просто критиковав Аминева по поводу лечения чистотелом. И он обратился к нам, к Рюрик Александровичу, чтобы мы тоже поддержали его. И мы также выступили с артурентом работы, поддержав, конечно же, Владимир Владимирович Федорова. И уже только потом, и, конечно, сейчас, лечение чистотелом не может относиться, ну, вообще, наверное, к адекватным методам лечения семейного полипоза. Ни в коей мере. Хирургический метод, конечно, является методом выбора. И хирургическое вмешательство должно производиться в кратчайшие сроки после установки диагноза, так как выжидательная тактика приводит к потере времени и чревато ухудшением общего состояния и прогрессивным злокачественного роста. Семейный полипоз не только видит, так сказать, нас, как онкологов, Рюрик Александрович, и рисовался онкологической позиции. Безусловно, когда мы набрали опыт порядка 100-120 примерно больных, мы четко уже видели, что если больные попадали к нам в возрасте порядка 28-30 лет, то у нас среди этих больных не было ни одного человека, у которого был бы в чистом виде только аденоматозный полипоз. У всех у них уже были раки на фоне аденоматозного полипоза. Отсюда и вывод, который Рюрик Александрович сделал, чем раньше поставлен диагноз, чем раньше предпринято хирургическое лечение, тем больше шансов того, что мы избавим больного от возникновения злокачественного образования. И прогноз будет гораздо-гораздо благоприятнее. Не говоря о том, что сам по себе саденоматозный полипоз, кроме того, что в 100% разовьется злокачественная опухоль, является тяжелым заболеванием. И мы никогда, и я, например, не забуду, Игорь Александрович не забыл бы, как к нам поступил больной с тяжелейшими водно-экеталитными расстройствами. Мы его госпитализировали сразу же в реанимационное отделение и попытались подготовить его к лечению. К сожалению, он погиб даже без операции. То есть сам по себе семейный аденоматоз приводит к тяжелейшим нарушениям и отставаниям в физическом развитии. А вот этим и молодые люди совершенно, даже дети, скажем так. Поэтому лечение хирургическое здесь, безусловно, важно. Очень важен метод и объем хирургической межсайции. Так вот, он определяется прежде всего распространенностью поражения толстки шкиполипами, возрастом, в общем состоянии больного. Но принципиально должно быть стремление к выполнению одномоментной радикальной операции. Это будет либо субтотальная, либо тотальная колпроктектомия. Это тоже важно. И сейчас, может быть, представители того же центра говорят, что это естественным, так сказать, но вот и вам тоже. Но, тем не менее, широко было распространено в то время мнение, что сама по себе не то что тотальная колпроктектомия, но даже субтотальная колпроктектомия или субтотальная колоктомия является слишком травматическим вмешательством. И предлагалось разделять вначале правостороннее гемиколоктомии, потом левостороннее. Так вот, Илья Константинович четко уже стоял там на позиции, что этого делать нельзя. Что подобное разделение операций, во-первых, удлиняет время, до которого, так сказать, будет проведено это лечение. И что если первая операция будет выполнена по поводу чисто аденоматозно, допустим, правостороннее гемиколоктомии, то когда пройдет время, больной поправится и придет ко второй операции, мы уже вполне можем иметь дело, извините меня, со злокачественной опылью на фоне полипоза. А это уже в корне меняет прогноз и может в корне изменить даже нашу тактику лечения. Поэтому, конечно, одномоментная операция. Сохранение прямой кишки. Болезненный вопрос, как всегда, был и есть. Безусловно, жизненно важный орган. Здесь сидят проктологи, которые хорошо меня понимают. Так вот, Рюкер Санн считал, что все-таки, может быть, могли бы мы оставлять эту прямую кишку при наличии не только одиночной полипы бриспидокомолизации, чтобы эндоскописты в дальнейшем могли это санировать. Но этот вопрос, безусловно, очень дискутабельный. Рюкер Санн всегда очень осторожно к этому относился. Он всегда более лояльно говорил нам, вы можете оставить что-то в правой половине ободочки кишки, где молитизация наступает все-таки гораздо реже. Но прямая кишка и левая половина, они находятся в зоне высочайшего риска. И оставлять их можно только при, в общем, скажем так, чистой, конечно, прямой кишке или уж совсем одиночной полипах. Но этот вопрос, безусловно, дискутабельный. Рюкер Санн всегда к этому относился очень-очень тщательно. Ранний колоректальный рак. Вот сейчас этим много мы говорим и много занимаемся. Много сегодня мы увидим операций, которые в основном-то могут быть выполнены именно при раннем раке. А что такое ранний рак? И еще в 80-е годы, и в 70-е годы Рюкер Санн, под его руководством, проводилась большая работа в нашей клинике, и было сформулировано понятие, что к ранним формам колоректального рака можно относить только опухоль, распространение которых с ограниченной слизистой оболочкой по слизистым слоям стенки кишки, так как они дают минимальную вероятность метастазирования. И по нашим данным это было 0,5%. Принципиальным здесь является то, что Рюкер Санн, смотрите, меня зрил в корень. Существуют ведь два понятия раннего рака, да? Это морфологические понятия, и, наверное, оно самое может быть правильное, да? Если опухоль не может давать метастазов, то есть ограниченная слизистая оболочка кишки, куда лимфатические капилляры не подходят вообще, то с точки зрения патолога, строго говоря, только такие опухоли могут называться ранее. Мы, как клиницисты, наверное, можем, так сказать, для себя избирать разные понятия. Мы можем расширять эти представления, как в данном случае предлагал Рюкер Санневич. И, наверное, важным здесь будет понятием, что и почему мы можем отнести к раннему раку не только то, что дают морфологи, но и более широко. Скорее всего, ну, я бы так себе посмел сегодня это сказать, это те больные, у которых возможно применение каких-то, скажем, местных диссекций по слизистым слоям, это я сегодня позже уже буду тоже говорить, или каких-то местных иссечений. Вот если это может быть применено, наверное, такие опухоли и правильнее относить к понятию ранний рак. Те, которые мы не будем оперировать, так сказать, выполнять радикальное пишательство в стандартном объеме. Но это клиническое понятие, Илья Костанович впервые об этом сказал. Я очень хорошо помню, что когда мы стали об этом говорить, что удаление полипоталов с кишки, во-первых, является наиболее рациональной и единственной мерой хирургической профилактики колоректального рака, тогда такое понятие, и мы все отлично знаем, что такое первичная профилактика рака, это устранение причин его вызывающих, зачастую мы далеко и сейчас не знаем этих причин, и так называемая вторичная профилактика, то есть борьба с предопухолями, заболеваниями и ранними формами рака. Рюль Костанович ввел такой термин, как хирургическая профилактика колоректального рака, подразумевая под этим именно полипектомия и удаление рака рафом злокачественных образований. И в принципе тоже это вызывало большие споры, но я думаю, что, так сказать, если бы те мысли Рюль Костанович о том, чтобы ввести программу, хотя бы тогда в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербурге, программу повсеместного эндоскопического санирования больных, собращающихся к жалобе или без жалоб, то, вероятно, наверное, нам бы удалось снизить не только смертность, но и заболеваемость. Но, к сожалению, это большая организационная проблема, и даже в те времена, когда об этом говорил Рюль Костанович, ну, это было сложно решить, сейчас это стало еще сложнее, как вы все прекрасно понимаете. Но, тем не менее, теоретические взгляды и понятие раннего рака, и понятие хирургической профилактики, это было очень и очень важно. Так вот, при наличии рака на фоне аденомы, ограниченной только слизистым или последствующим слоем, хирургическое вмешательство может быть ограничено, так сказать, его иссечением. Это было, поверьте мне, совершенно революционным. Когда мы выступили один раз на Пироговском обществе, приемном в обществе хирургов, то это был просто шок. И выступления были следующего рода. Как же вы, хирурги-онкологи, об этом говорите? В Институте онкологии, Рюль Костанович Мельников, мы на вас смотрим, мы на вас смотрим. Вы всегда говорили нам, что надо выполнять операции с соблюдением принципа онкологического радикализма. И что же вы нам говорите? Так что, может быть, можно именно иссекать тогда. Ведь современные методики, о которых мы сегодня говорим, тогда еще, конечно, были незнакомы. И то, что я сейчас говорю, это не знаю, что и сейчас так надо делать. Но теоретически понятие, что они могут быть удалены путем местного иссечения, слизистой диссекцией, с помощью современной аппаратуры, которой тогда просто не было. И мы тогда, и вот сидит доктор Ковалев, прекрасно помнит, как мы, в общем-то, мучились, но делали это. И получили эти очень и очень хорошие результаты. При карциномах, ограниченных слизистой оболочкой, по слизистым слоям, эффективность местного иссечения и типичных радикальных операций была практически одинаковой. Пятилетнее выживание сравнилось с 95%. То есть, принципиально, Юрий Александрович уже тогда правильно стал вопрос. Правильно, грамотно оцененная степень распространения процесса определяет, соответственно, адекватное вмешательство, которое далеко не всегда должно быть в виде брюшно-промежностной экстерпации. Это очень важно и сейчас, и до наших дней. Мне кажется, это очень важно подчеркнуть, что, несмотря, конечно, на прогресс в хирургии, в технологиях, которые сейчас имеются, именно те теоретические посылы, которые выдвигались такими учеными, как Юрий Александрович, это очень важно и по сей день. Потому что завышение показаний. Ведь откуда иногда встречается неудача в том же иссечении по слизистому слою опухоли, не только там Т1, но и даже Т2 ведь пытаются иссякать, да? Да в основном, в основном, не потому, что этот метод неадекватен. Стодирование неадекватное. То есть, вы берете опухоль с гораздо большим распространением и пытаетесь ее удалить путем местного иссечения. Конечно, вы получаете отрицательный результат, но не метод виноват, а виноват и мы с вами, неправильно оценив, не используя все возможности, которых сейчас тоже стало очень и очень много, гораздо больше, чем в годы, когда работал Юрий Александрович. Вот это очень важный раздел, который я хотел показать. Нами была, нами, под руководством Юрий Александрович, была продведена оценка влияния различных признаков на выживаемость, радикально оперированных больных. И что же мы, собственно говоря, тогда уже видим? И это все, естественно, правда и сейчас. Какие факторы являются статистически верны? Это, прежде всего, глубина инвазии, наличие региональных метастазов и предоперационно-лучевая терапия. Как ни странно, характер операции, локализацию прямой кишки не оказывали серьезного влияния. Что я здесь имел в виду, прежде всего, и очень важным хотел показать. Да, глубина инвазии, наличие региональных метастазов. Вот они определяют объем хирургического вмешательства. Предоперационно-лучевая терапия. Юрий Константинович одним из первых, если не первый в нашей стране, высказал мысль о том, что хирургическое лечение, которое, естественно, является, являлось и является золотым стандартом в лечении больных раком прямой кишки, может быть адекватным, когда он выполняется только одно, если опухоль ограничена слоями стенки кишки. Если только имеется выход опухоль за пределы слоев стенки кишки, безусловно, только хирургически мы уже не сможем справиться с этим заболеванием. И показано проведение дополнительных методов лечения. И, в частности, лучевой терапии. Наша клиника тогда была одна из первых, я еще раз повторяю, которые начали заниматься проблемой комбинирования лечения рака прямой кишки. Да и по существу, я бы сейчас сказал, те три клиники, вот я сейчас назову, наверное, они так и остаются до сих пор. Время не меняется. Это вот наша клиника, клиника Российского онкологического научного центра, тогда под руководством профессора Василия Ивановича Кныша, и центр в Обнинске под руководством Александра Бердова. Вот эти три центра как занимались, реально имеют на них больший опыт в лечении подобных больных. Так это, в общем-то, остается и по сей день. Наверное, это не так и удивительно, потому что ведь подобное лечение требует большой специализации, хорошего оснащения центров. И, конечно, открывать какие-то новые центры, приобретая значительную аппаратуру, и не имея еще опыта в лечении, так более, вряд ли это рационально. Поэтому эти исследования продолжаются там. Так вот, впервые, так сказать, было предпринято такое исследование. И к настоящему моменту, ну, мы уже, конечно, видоизменили эти методики, лечение начиналось при рационально-концентрированной лучевой терапии. То есть, так называемом, 5 по 5 в течение 5 дней, 24-72 часа времени. Это даже не перерыв, собственно, и с немедленной операцией после этого. Так вот, только благодаря внедрению подобной методики удалось повысить выживаемость на 15%. Думайте, это было очень-очень много. И значительно уменьшить частоту рецидивов. И очень долгие годы был накоплен опыт порядка 450-500 больных, которые получали подобное лечение. Это ведь в те годы, когда еще, в принципе, зная, как мы находимся, в 2014 году, не было ни магнитно-рязнонансного томографии. Мы еще до конца толком не могли определить четко, всем ли больным это показано или нет. Но Юрий Александрович свято верил, так сказать, в то, что дополнительные методы лечения, безусловно, позволят лучшие результаты. И опираться только на хирургический метод, который, в принципе, так или иначе, может достигнуть своего предела. А степень распространения, извините меня, своего предела не имеет. И поэтому, конечно, проведение дополнительных методов было очень-очень важным. И вот это лечение проводилось достаточно долго. И сейчас наша клиника, после того, как, к сожалению, Казахстан скончался, начала продолжать это исследование. И просто в двух словах хочу сказать. Мы начали пробовать проведение послеоперационной пролонгированной лучевой терапии. Пришли к выводу, так же, как и в мире сейчас, что пред и послеоперационная лучевая терапия – это не одно и то же. Послеоперационная терапия значительно уступает по своей эффективности предоперационной. И мы тогда попытались избрать, извините, компромиссную середину. Избрали так называемую методику сэндвича. Проводить не 25 грей, а порядка 20 грей предоперационных конституционных режимов. Оперировать. Затем смотреть по результатам гистоличных исследований. Мы считали, что это неадекватно. Продолжать лучевую терапию уже в послеоперационном периоде. К сожалению, и эти результаты доказали нефигенность этой методики. Но в науке так бывает. Отрицательный результат – он тоже результат. По крайней мере, мы это попробовали. И вот уже начиная где-то с 2008 года, мы перешли на то, когда впервые, познакомившись с работами Габбергамы, и уже это исследование началось, так сказать, во всем мире, проведение пролонгированной химолочевой терапии, которой клиника занимается и по нынешней дне. Но об этом я, наверное, расскажу вам уже несколько позднее. Вот как удалось с помощью даже того же лечения повысить долю свинтосохранящей операции, ведь это все здесь заканчивается еще 2000 годом. Как видите, в 60-е годы, в 40-е годы, это составляло долю свинтосохранящей операции порядка 30-40%, повысившись потом до 70%. И эти цифры, конечно, уже говорят сами за себя. Результатом вот этих исследований явилась монография комбинирования лечения рака желудочного тракта, который удалось подвести итоги этому исследованию. Прошу прощения. Вот эту фотографию я бы хотел озаглавить следующим образом. Здесь сидят два классика. Александр Иванович Раков, Через Академия медицинских наук, директор нашего института. Человек, который сформулировал принципы онкологического радикализма. Профессор Александрович Мельников, который модифицировал их для принято больных раком прямой кишки. Александр Иванович очень много оперировал. Я понимаю, что меня лимитирует уже время. Мне очень много хотелось бы сказать. Он был виртуозный хирург, блестящий. Но вот многие здесь, кто бы сейчас еще сидел и сидят, люди, могут тоже точно вам сказать, для того, чтобы научиться Юрию Александровичу Мельникову и понять, что он делает, надо тоже было очень-очень много знать. Придя после института на первый курс, я боюсь, что вы вряд ли смогли бы научиться много у него. У него надо было учиться уже быть подготовленным хирургом, для того, чтобы понять его действия. А хирург, еще раз поверю, он был просто выдающийся. Юрий Александрович Мельников один из первых в нашей стране стал разрабатывать реабилитацию онкологических больных. И долгие годы являлся главой международной научной программы реабилитации реабилитации больных с учреждениями Соединенных Штатов Америки. И эта проблема была разработана в различных аспектах, трудовая, социальная, медицинская, и в частности для опухоли молочной железы, желудка, прямой хишки. Также он был нечувств и просветительской деятельности. Вот такие были им написаны, так сказать, научно-популярные очерки с методическими рекомендациями. Профилактика диагностика лечения рака желудка. В издательстве знаний вышла брошюра «Рак. Проблемы предупреждения лечения» вместе с академиком Серебровым. Медицинская сестра онкологического отделения. Юрий Александрович Мельников был известен не только в России, но и за рубежом. Им были представлены доклады на различных съездах онкологии в Лондоне, в Москве, в Токе, в Хьюстоне. Он также являлся стипендиатом ВОЗа и долгое время работал в ведущей клинике Соединенных Штатов, что, конечно, тоже принесло ему много-много знаний. По обмену опыта он также находился неоднократно и выезжал в Северный Штат в 1973 году и многие другие годы. Также он выступал с лекциями и докладами в Нью-Йорке, Чикаго, в различных городах, курировал состояние онкологической помощи в странах Европы и проводил совместные исследования с онкологами Болгарии, Венгрии, Финляндии, Чехословакии. Юрий Александрович также проводил показательные операции, что для того времени было огромной редкости. Вот в Милане была проведена резекция желудка по поводу рака применением отечественных сшивающих аппаратов. Хотя сейчас, конечно, с учетом той же выставки, в чем мы работаем, конечно, это было бы достаточно смешно, но никогда не надо забывать, что приоритет в создании сшивающих аппаратов принадлежит нам, Советскому Союзу, нашим российским ученым. И за рубежом, кстати говоря, хорошо это всегда помнят. Вот Юрий Александрович здесь как раз еще оперует тем, чем мы могли бы оперировать и сейчас, но, к сожалению, нам все это приходится уже закупать. Также Юрий Александрович Медлик был председателем проблемной комиссии по диагностике злокачественных новообразований, научного совета по раку, президиуму и аркотической академии наук, председателем общества онкологов Ленинграда и Ленинградской области, членом правления Всероссийско-Всесоюзных обществ, он награжден шестю медальными значком «Отличником здравоохранения». В первую очередь к Александровичу Медликам приезжают более 270 научных работ, из которых 8 монографий. Под руководством было защищено, может быть, 17 докторских и 39 кандидатских диссертаций. Его ученики, они заведуют кафедрами, онкологическими отделениями, работают по всей нашей великой стране. Он очень любил, так сказать, встречаться с нами, молодыми докторами, и много чего обсуждать. Часто споря в ординаторской, мы, тем не менее, заканчивались эти споры чем? Давайте позвоним шефу. И шеф никогда не брезговал прийти в ординаторскую и поговорить с нами, и не давил на нас своим мнением. Этим нас приучил, потому что обсуждать надо все, всегда. И здесь вы видите, что даже иногда и перед операцией, Рюлька Александрович еще рассматривал снимки обязательно, что что делается и сейчас уже практически. Вот его многочисленные ученики. Рюлька Александрович был прекрасным и очень человеком гостеприимным. Мы очень часто встречались у него на квартире. 8 марта это была великая дата, где он собирал нас всех со всеми нашими семьями. Мы задолго поступили, это даты всегда ждали, когда же она будет. Это были интереснейшие встречи. И вот здесь это была одна из последних встреч. Как вы видите, здесь собрались люди все. Вот даже мы видим, здесь люди из Средней Азии, из Грузии. Все его ученики. Он очень любил своих учеников и очень любил их собирать. Профессор Мильников являлся широко эрудированным, безусловно, человеком как в области теоретической, что очень важно, так и клинической онкологии. И он по праву занимает одно из ведущих мест в онкологической науке. Широкий диапазон его интересов, оригинальность научных исследований позволяет говорить о несомненном таланте ученого, сделавши очень много для развития отечественной, да я бы сказал, что не только отечественной, но и международной онкологической науки. Вот здесь он сидит дома. Он очень любил нас всегда всех приглашать и многое обсуждать с нами, многое говорить. Он всегда был открыт для своих учеников и коллег. И я очень хотел бы сказать несколько слов о семье. У него прекрасные трое детей, из которых старший Олег Рюкович Мельников пошел по стопам отца. Он кандидат наук, он хирург-онколог и работает в Первом медицинском университете. Дочь Анастасия Мельникова. Несмотря на некоторые скепсисы своего отца, она сумела доказать и себе, и всем нам, что она была права в своих взглядах. Она известна телеведущая, заслуженная артистка России и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. И, к сожалению, здесь нет на фотографии третий сын Александр. Это известный юрист. И он также активно продолжает дело своего отца. И мне кажется, что если бы Юрий Александрович был сегодня жив, то он мог бы гордиться своими детьми. Похоронен он на литератских мазках Волкового кладбища, рядом с могилой своего отца. И мне кажется, что это тоже очень и очень символично. И закончить мне хотелось бы следующей цитатой. Мы знаем больше и видим дальше, потому что стоим на плечах гигантов, наших учителей. Вот таким гигантом был Юрий Александрович Мельников. И всем, кому довелось учиться у него, работать с ним, очень благодарны ему за это. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ